добрый день меня слышно ставьте пожалуйста плюсики спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Итак, добрый день! Добро пожаловать на вебинар по разработке клиентских приложений на фреймворке Vue.js Поставьте пожалуйста в чат плюс, если меня хорошо слышно и пожалуйста поставьте в настройках трансляции качества 720p чтобы я мог транслировать картинку и вы в хорошем качестве могли видеть мой экран Я жду ваших плюсиков Я жду ваших плюсиков Итак, я вижу плюсики в чате, значит все хорошо Начинаем Итак, наш регламент Вебинар будет длиться час-полтора В конце вебинара останется видеозапись данного вебинара Все вопросы я буду просматривать в чате в конце того, как расскажу теорию чтобы я мог рассказать основную тему вебинара и не отвлекаться от нее Итак, давайте познакомимся Меня зовут Иванов Иван Я закончил Ульяновский государственный технический университет факультет информационной системы и технологии На текущий момент имею более двух лет опыта разработки клиентских веб-приложений Также имею опыт коммерческой разработки бэкэнда на Vue.js Напишите сейчас в чат немного о себе Поставьте плюс, если вы работаете с фреймворком Vue.js Если вы работали с другим каким-либо фреймворком JS фреймворком, то напишите его название или поставьте минус, если вы не имеете опыта разработки Отлично, я вижу, что в основном люди с минимальным опытом не имеющие опыт разработки на JS фреймворках В таком случае я постараюсь более подробно рассказать про Vue.js и дать понять, для чего он нужен, а потом уже перейти к фреймворку NAT Итак, о чем пойдет у нас сегодня речь Во-первых, мы узнаем, что такое SPA Затем познакомимся с самим фреймворком Vue.js Поговорим о том, что такое SPA и какие проблемы связаны с разработкой SPA Также мы разберемся, зачем нужен сервер-сайт рендер Какие проблемы он решает Установим Nux.js, рассмотрим архитектуру данного фреймворка и напишем небольшое простенькое приложение которое будет получать данные со сторонней API и вводить его на экран Итак, SPA SPA — это одностраничное веб-приложение которое подгружает весь необходимый на текущий момент контент посредством AJAX, как обычно SPA позволяет имитировать многостраничные приложения для удобства использования посредством роутинга На текущий момент вы видите стандартное определение SPA которое взято с Википедии Разработка SPA — сложный процесс и поэтому сейчас выходит большое количество фреймворков для облегчения этого Одним из инструментов разработки SPA является как раз фреймворк Vue.js Его архитектура позволяет нам интегрировать его в приложение, которое уже используют другие JS-библиотеки например, jQuery и так далее то есть все что угодно И также мы можем вполне быстро создать продвинутое состраничное приложение на этом же фреймворке то есть он достаточно универсален Первая версия Vue.js вышла в 2014 году Автором этого фреймворка является бывший сотрудник компании Google EvanU По сути, Vue.js является библиотекой для рендеринга Ее задача взять данные откуда-либо и встроить их в шаблон построить на основе этого шаблона дом и затем следить за изменениями этих данных и при необходимости, при изменении данных обновить дом Ближайшим аналогом в этом плане является React Те, кто знаком с React, Vue.js освоит очень легко Он покажется им знакомым и многие вещи взяты были как раз-таки при разработке Vue.js с React Также при разработке Vue.js немало элементов было взято с фреймворка Angular Если мы посмотрим на текущий момент рейтинг по звездочкам GitHub, то увидим, что Vue.js стоит вторым На первом месте у нас React с 94 тысячами звездочек Далее идет UGS с 92 тысячи звездочек и Angular 58 тысячи звездочек Разработка веб-приложений на Vue подразумевает под собой компонентный подход То есть компонент это самостоятельный блок, состоящий из HTML-разметки Это же он шаблон Стили для этого компонента Которые могут быть инкомпсулированы конкретно для этого компонента от остальных стилей И скрипт для написания функционала компонента Простейший компонент на Vue.js выглядит как-то так Это объект, который содержит в себе template Сам шаблон компонента При использовании однофайлов компонентов с расширением Vue.js Структура компонента делится на три части В верхней части мы пишем template Это шаблон нашего компонента Там будет HTML-разметка Я думаю, она вам всем знакома Далее идут стили В теге style Здесь может быть как и обычный CSS, так и SCSS, VLS, styles и так далее Все что угодно Для этого нужно только написать атрибут lang Если мы напишем тегу style атрибут скопа То все стили внутри этого тега будут инкапсулированы внутри компонента И заканчивает структуру компонента Text script В нем мы описываем весь функционал компонента Основная директива Vue.js Vbind это динамический атрибут Или передача входного параметра Сокращенная запись атрибута Vbind Это является двоеточие Мы далее посмотрим, как его можно использовать Одним из следующих атрибутов является атрибут Vmodel Он нам необходим для двунаправленного связанного данных с формами Вернее, с элементами форм, input и текстарии Для навешивания обработчиков используются директивы Vion Значением директива является функция Которая будет выполняться в данном варианте Мы видим VionClick При клике на элемент исполнится метод updateData Данные компоненты хранятся в специальном разделе Data Все поля внутри этого объекта являются реактивными При необходимости как-либо форматировать данные Мы можем создать computed-свойства Computed-свойства — это объект В котором объявляются свойства Свойства этих функций И вот результат выполнения этой функции И будет как раз-таки значение этого computed-свойства Компьютод-свойства кэшируется То есть, в принципе, мы можем эти же вещи выполнять методами Но в отличие от методов, компьютер-свойства кэшируются А также они обладают реактивностью В том плане, что если какое-то из значений Внутри компьютер-свойства изменится То компьютер-свойство автоматически пересчитается И на рендер у нас появится нужное нам значение Если нужно при изменении каких-либо данных обновить Что-то сделать, выполнить какую-то функцию То мы можем создать watcher Watcher — это объект, в котором объявляются функции Функции эти должны быть по названию Поля, за которым мы следим То есть вот на слайде мы видим поле login При изменении поля login автоматически выполнится функция ChangeUser Все компоненты во Vue.js, так же, как и в React Обладают жизненным циклом Для вызова функций в тот или иной момент жизненного цикла Компонент использует hooky жизненного цикла То есть при создании компонента мы можем выполнить какой-либо метод Если рассмотреть подробнее жизненный цикл То необходимо начать с того, что компонент При создании компонента вызывается hook before create То есть мы создаем функцию before create Она вызовется до антилизации реактивности Далее выполнится hook created Он вызовется перед обработкой шаблона Далее before mount вызовется перед ставкой элементов дом Mount Этот hook вызовется в момент монтирования элементов дом При обновлении компонента вызовутся hooky before update и update При удалении компонента, соответственно, before destroy и destroy Компоненты внутри приложения могут передавать друг другу данные Только от родительских к дочерним Так называемый одноправленный поток Это реализовано так же, как и в реакции Это предотвращает случайные изменения данных дочерними компонентами При этом дочерние элементы могут сообщать родительским О каком-либо событии То есть если что-то изменилось Можно, например, повесить событие на клик по кнопке И родительский элемент будет изучен на каком-либо Возвращенном клике Но обычно для более удобной и предсказуемой работы с данными Используется какая-то сторонняя библиотека Ну, например, в UX Данная библиотека является разработкой той же команды, что и в UGS В UX это не только библиотека, но и паттерн управления состоянием Похожий на Redux Если кто знаком с React То здесь примерно все то же самое Она включает в себя четыре сущности Это само хранилище, в котором мы храним данные Геттеры, функции для получения данных Мутации Это функции для изменения данных в story То есть данные, которые у нас хранятся в хранилище Мы не меняем напрямую, а используем мутации для их изменения И последняя сущность это action Action похож на мутацию, но не работает с данными напрямую А вызывает мутации Action в отличие от мутации могут быть асинхронными В этом их отличие Вот на слайде мы видим пример store Это по сути тоже объект Который передается функции newVueStore В объекте вот мы видим state Это и есть наше хранилище В state объявленная переменная count Она изначально будет равна нулю У нас есть мутация, инкремент Эта мутация увеличивает наш переменный count на единицу И есть action, который вызывает данную мутацию Чтобы вызвать наш action Мы используем команду store Spatch increment Ну мы это еще посмотрим на реальном примере Как работать со store Если сейчас что-то непонятно со store То я думаю уже когда мы будем рассматривать next То вам станет более понятно Для создания полноценного одностраничного приложения Нам также понадобится ротинг Как я уже говорил Одним из вариантов создать ротинг Это задействовать библиотеку от разработчиков View, ViewRouter При использовании данной библиотеки Мы можем создавать ссылки С помощью компонента RouterLink Атрибутом to мы указываем адрес На который нужно нам переместиться Внутри данного компонента Мы пишем название нашей ссылки Для отображения контента данной страницы Мы должны использовать компонент RouterView Вместо него будет подставлено Содержимое нашей текущей страницы Чтобы Создать ротинг Нам осталось только Создать файл настройки роутинга В котором указываются Ирл страницы И компоненты этой страницы То есть ПАФ это ирл Компонент это Имя компонента Который будет отображаться На этой странице Итак, вот мы дошли до проблем С СПА Которые у вас могут быть Если вы начинающий разработчик И В принципе Не работали с СПА Ну, первая из проблем Это скорость отображения Дело в том, что СПА рендерится на клиенте И Если машина клиента Не обладает Какими-то Хорошими Ресурсами Ресурсами определенными То есть машина слабая То может быть проблема С быстрым отображением сайта Вторая проблема Это в том, что СПА не парсится роботами Из-за того, что Нам приходит сервер Пустой HTML И JS код Который создает Нам HTML разметку Робот может не дождаться Загрузки JS И определить Ваше приложение Как сайт С пустой страницы И Третья проблема Это сложность Настройки Всех составляющих СПА Также Настройки Вот сборки Всего этого кода Файлы Пригодны Для Продакшн То есть Вот я перечислил Вкратце Аспекты СПА То есть Роутинг Вью-рендер И пробежался По тому Какой синтекс Сью И уже кажется Что это все Очень сложно Вот Но для этого Есть решение Мы попозже О нем поговорим Так Решение первых двух проблем Проблемы С скоростью отображения И С С Сео Является СССР Он же Сервер сайт Рендер Он же Серверный рендеринг При серверном Рендере Перед отправкой Страницы Сервер будет готовить Разметку для клиента И отправлять Уже готовые HTML Как если бы у вас Сайт работал На каком-нибудь Какой-нибудь CMS Который написан На PHP И То есть Все будет Окей Робот придет И увидит Нормальную разметку А не пустой документ Но его Также нужно Настраивать И это тоже Как бы непросто И Теперь вот мы Подошли к основному Инструменту О котором я бы Хотел рассказать На этом вебинаре Это Nux.js Nux.js Позволяет Развернуть Приложение На Vue С Vue Роутингом И СССР За буквально Пару минут Данный фреймворк Мы будем рассматривать Непосредственно В IDE Я буду показывать Как на нем Можно реализовать Какое-то Простейшее приложение Мы посмотрим Сейчас его Архитектуру И попробуем Его для начала Установить Прежде всего Вам нужно Установить С официального Сайта Node.js Я сейчас Покажу Куда это Зайти И Установить Vue CLI Так Начнем С Node.js Заходим На сайт Node.js Node.js Здесь вам нужно Скачать Любую из версий Я рекомендую Скачать LTS Версию Далее Вам нужно Ее установить В зависимости от того Какую Операционную Систему Используете Это будут Разные пути Но тем не менее Там ничего Сложного После установки Node.js У вас появится Пакетный менеджер NPM И нам Следующим Шагом Нужно Установить Vue CLI Vue CLI Устанавливается Через Терминал Это может быть GitBash Или что-то еще Но нам Обязательно Понадобится Терминал Для того Чтобы Установить Пакет Vue CLI Мы заходим В терминал Набираем Команду NPM Install Minus G Это значит Чтобы установить Глобально Данный пакет Vue CLI И нажимаем Enter У нас запустится Установка Данного пакета Она может Занять Какое-то время Прошу прощения У меня Она упала Потому что Я запустил Без Рутовых прав У вас Установка Должна пройти Без Каких-либо Проблем В итоге Вы получите Доступ Команде Vue Init После установки Vue CLI Вы набираете Vue Init Вам нужно Перейти в паку Прежде всего Где вы хотите Создать проект Набрать команду Vue Init Next Unity Starter Template И название Вашей папки Вашей папки Которой будет Храниться Проект Я назову Geekbrains Нажму Enter И вот мы видим На экране Была загрузка Шаблона Далее Нам Терминал Предлагает Ввести Название Проекта Ставим Также Geekbrains Вот мы видим По умолчанию У нас стоит Описание проекта Я оставлю Таги По умолчанию Все Автор Enter Мы переходим В папку Мы видим Что у нас Должна была Создаться Папка Geekbrains Я перейду В нее С помощью Терминала В этой Папке Так мы видим Что он Создал Там какую-то Архитектуру И сейчас Я открою С помощью Idea Я использую WebStorm Вы можете Использовать Все что угодно Саблайн Notepad Это не имеет Значения Прошу прощения Прошу прощения У меня Подвисла Среда Сейчас Выключу Также Выключу Презентацию И думаю Сейчас Получится Выпустить Открываем Проект Я создал Я создал Папки Project Проект Geekbrains Итак У нас Создался Проект Next.js Давайте рассмотрим Его архитектуру Прежде всего У нас Несколько Папок Там Создалось Первая Папка Это Папка Assets В ней Располагаются Различные Картинки Шрифты И так Далее Причем Для этих Ресурсов Будет Создаваться Хэш Который Позволит Корректно Кэшировать Эти данные И К тому же Мы можем Например Как-то Обрабатывать Данные Ресурсы Например Зажимать Картинки Для этого Мы должны Описать Соответствующие Условия В Next.config.js Далее Папка Компонент Там Располагаются Компоненты Приложения Папка Layout Данная Папка Содержит В себе Шаблоны Нашего Приложения Такими Как Например Сейчас Создан Шаблон По Молчанию В Который Содержит Себе Точку Входа В Наше Next.prilожение Но Это Может быть И Какой-то Другой Шаблон Например Шаблон 404 Я Открою В ID Терминал И Пока Я вам Дальше Рассказываю Про структуру Я Загрючу Команду NPM Install Данная Команда Установит Необходимые Пакеты Для нашего Следующая папочка Middleware В ней создаются Функции Приложения Которые Могут Быть запущены Перед Выражением Страницы То есть Это Какие-то Вспомогательные Функции Все что угодно Папка Pages Она Хранит В себе Страницы Нашего Приложения Причем Next.js За вас Будет генерировать Роутинг Для приложения Основываясь На Директориях И Файлов Файлов В этой папке Он будет смотреть на название И на основе их названия Генерировать Нам Роутинг Далее Папочка Plugins В ней Мы можем Описывать Различные Подключения Каких-либо Сторонних Библиотек Это может быть Все что угодно Какие-то Highchart Или REST клиенты Все что угодно То что нам Необходимо Для нашего приложения Чтобы Vue.js Понимал Как их подключать И как с ними работать Это необходимо Для Правильной реализации Серверного рендера Папочка Static Она аналогична Папке Assets За исключением Что все данные В этой папке Отдаются Как есть Они ничем не обрабатываются И ссылаться на них В конечном итоге Мы будем Через Slash То есть как будто Все эти файлы Лежат у нас в корне И последняя папка Это Store Это Папка В которой В которой В которой В которой описывается Хранилище Нашего приложения И все взаимодействия С ним Далее У нас есть Конфигурация Нашего приложения То есть Здесь мы видим Название Нашего проекта И так далее Все что нам нужно Так Я вижу вроде как Установились у меня пакеты Да На адрес Папочка появилась Давайте попробуем Запустить Наше приложение Наберем NPM RunDev Эта команда Означает Ее набирать нужно В папке с проектами Она запускает Веб-версию Нашего приложения Дев-версию Нашего приложения Она необходима Для разработки Мы видим У нас началась сборка Vue.js Собирает Какие-то модули И сейчас он должен Поднять нам Сервер И сообщить Его адрес Вот он нам Сообщил Что адрес У нас Localhost 3000 Мы заходим В браузер Localhost 3000 Переходим И видим Вот у нас Создалось такое Простейшее приложение Которое мы сейчас Модифицируем Немножко Посмотрим Как с ним работать Данное приложение Успешно запущено В деф-режиме Давайте Для начала Попробуем Создать Свою страницу Для этого Мы заходим В папку Pages Внутри Этой папки Мы должны Создать Файл Назовем его User .view Мы создали Страницу User Мы видим Что у нас Пересобралось Приложение Как я и говорил Мы объявляем Для начала Шаблон В шаблоне Должен быть Как минимум Один элемент И корневой Он должен быть Обязательный И он Один единственный Должен В шаблоне Давайте здесь Что-то напишем Наши первые Страницы Например Вот И сейчас Если мы Попробуем По прямому URL зайти User То мы видим Что наш Шаблон Отображается Успешно Давайте Попробуем Взять Какие-то Данные Со стороннего API И уже Как-то С ними Поработать Для этого Нам нужно Установить Для начала Какой-нибудь REST клиент Я предлагаю Установить Axios IPM Install Axios Мы устанавливаем Пакет Мы видим Что у нас Идет Установка Пакет Успешно Установлен Нам Мы Можно Теперь Работать С данными С данными Из какого-то API Для этого Я предлагаю Взять Вот Такой Джейсон По такому адресу Он лежит Я нашел Это в Google Просто Это для Тестовых Каких-то Данок Мы создаем Наш Store Если мы Здесь Создадим Файл Index.js То Axios Автоматически Поймем Что мы Создали Store И Инициализирует Его Импортируем Views Пишем Import Views From Views Далее Создаем Наш Store Create Create Store Равно Будет Функция Функция Как в Джейс Обычном Которая Будет Возвращать New Views Store И здесь Объект Default Paid Store Вот мы Создали Простейший Наш Store Описываем Его Хранилище Мы Видим По Апи Что это Данные Пользователи Здесь Объявляем Переменную Users Дальше Сначала Она будет Равна Пустому Массиву Данными Далее Мы Создаем Getter Getter Это функция Которая Будет Возвращать Наш Массив С пользователями Getter Может быть Много Поэтому Getter Объект И внутри Этого Объекта Мы Должны Перечислить Функции Которые Должно Возвращать То или иное Поле Мы Пишем Users Пятер На вход Она принять У нас State Вот Это Поле И Возвращаем Мы State Получается Users Getter У нас Готов И Далее Я предлагаю Написать мутацию Которая Будет Получать Список Пользователей То есть Мы Пишем Mutation Mutation Тоже Объект Get Users На вход Мы Принимаем State Опять-таки Хранилище Нашего Стора И Будем Принимать Список Пользователей Внутри данной Мутации Мы Обращаемся К State Users И присваиваем Ему Наш список Который К нам Пришел Вот отсюда Далее Нам Нужно Описать Action Action Мы Будем Вызывать Вот Эту Мутацию И Передавать Сюда Наш Список Возвателей Дело Дело В том Что Запрос Данных С удаленного API Это в любом Случа Асинхронная Операция И для Правильного Работы Данного Запроса Нам Нужно Создать Action Get Users Тоже Назовем ее На Тринит Контекст При Которому Мы Должны Написать Запрос Так Помним Что У нас Есть Уже На Проекте Axios Это Раз Клиент Мы Напишем Мы Его Импортируем Axios Import Axios From Axios В Get Users Нам Нужно Написать Запрос Напишем Axios Мы Сделаем Get Запрос И Внутри Должны Указать Ссылку Куда Мы Будем Брать Данные Просто Отсюда Давайте Скопируем Я Вставил ее И Затем Нам Нужно Вызвать Мутацию Мы Обращаемся К Контексту У Контекста У нас Есть Такой Метод Как Comic Которого Мы Вызываем Нашу Мутацию Мы Копируем Как Есть Вставляем Теперь Нам Нужно Передать Банель Список Пользователей Который Был Запрошен Для Этого Мы Сделаем Наш Наш Экшен Асинхронный Пишем Async Здесь Мы Напишем Конст Создадим Переменную Эту Переменную Будет Rec Узываться Здесь Напишем Await Для Того Чтобы Ждать Получения Данных С Удаленного Адреса И Вот Здесь Мы Напишем Rec Data Таким Образом Все Данные Полученные С Вот Этого Адреса Будут Переданы В данную Мутацию И записаны В наше Хранилище На текущий Момент Будем Подразумеваем Что у нас Все должно Работать Корректно Но мы Это проверим Чуть позже После того Как Напишем Какое-то Получение Данных На наш Компонент Здесь Мы заводим Tag Script Которым Как я говорил Мы должны Экспортировать Объект И вот Здесь Мы Воспользуемся Возможностями NAX На самом деле Мы Можем Создать Поле Data Которым Будут Различные Свойства Но Для Того Чтобы Получить Данные Еще До Того Как Страница Будет Передана Клиенту То есть На сервере Еще Мы Воспользуемся Таким Методом Как Async Data Он у нас Тоже Будет Асинхронный Значит Мы Пишем Async Перед ним Тоже А Вход Он Примет Наш Store Который Мы Только Что Писали Далее Мы пишем Await Для того Чтобы Ждать Окончание Dispatch И Пишем Store Dispatch Выходим В наш Store И Нам Нужно Вызвать Вот этот Action Чтобы Сделать Запрос Мы Вставляем Его Сюда И В Async Data Мы Возвращаем Объект Это Объект И будут Поля Нашего Дан Этот Объект И будет Полями Данных Нашего Компонента Пишем Здесь Store Getters Users Давайте Посмотрим Что у нас Пришло На поле Мы Вводим Наше поле Данных Users В шаблоне Сохраняем Это Все Идем На наш URL И у нас Ничего не Происходит Давайте Посмотрим Почему Да У нас Неинтеллизировался Store После того Как мы Создали В папке Store Index.js То есть Неинтеллизировался Store Нам Необходимо Перезапустить Положение Мы Останавливаем Его В моем Случае Это Control C Было И Перезапускаем NPM Run Dev Снова Набираем Приложение Собирается И мы Видим Что нам Пришел Большой Массив Данных Давайте Это Как-то Приведем В более Приятный Вид Более Читаемый Для этого Давайте Вместо Div Здесь Создадим Список У Внутри Которого Будут Элементы И И вот Теперь Мы Воспользуемся Директивой V4 Которая Встроена В Vue.js Пишем V4 Пишем Название Переменной Это Будет Юзер Конкретный И Говорим Что Смотреть Нам Надо Перечислить Пользователи В Поле Users Далее Мы С помощью Шабонизатора Vue Вводим User Точка Name Вот Это Поле Обратите Внимание И Также Нам Мы Видим В консоли Нам Nax Подсказывает То Что Нам Нужно Создать Ключ Ключ Необходим Vue.js Для Корректного Создания Виртуал Дом Это Внутренние Технические Особенности Самого Vue.js И будем Сейчас Не вдаваться Мы просто Напишем V Bind Двоеточие Key Равно User И Это должно быть Уникальное значение Какое-то В данном случае Мы используем ID Сохраняем И вот мы Видим список С именами Уже лучше Но Не идеально Пока еще Давайте Напишем Какие-то Минимальные Стили Что-ли Чтобы Это Как-то Более Визуально Смотрелось Мы Объявляем Тег Style Мы Давайте Инкапсулируем Данные стили Чтобы они Не влияли На другие Компоненты Описываем Scope Оттрибут Оттрибут Даем И пишем Наш Стиль В текущем Случае Это будет Мы сделаем Сначала Для OL Отступ Верхний Допустим 20 пикселей Мы Верх Отступ Делаем Далее Мы Напишем Какой-то Минимальный Стиль Для Лишки Это будет Ну Пусть Display Блок Max Wid 200 Пикселей Чтобы ограничить Ширину Данного Блока Создадим Border Radius Например 10 Пикселей Какой-нибудь Тень Создадим Поизвольным Цветом Сделаем Для каждого Элемента Отступ Вниз На 10 Пикселей И Внутренний Отступ На 10 Пикселей Посмотрим Что у нас Получилось Сейчас Наши стили Должны Были Применеться Да Все верно Я вижу Что Я ошибся И задал Минимальную Ширину А не Максимальную В этом случае Да Вот И кажется Я ошибся Еще есть Border Radius Да Border Radius Вот Мы видим И вот Клашечки Что я предлагаю Дальше Давайте Создадим Еще Одну Мутацию Которая При клике На наш Элемент Будет Ударять Из Стора Каждого Конкретного Пользователя Например Для этого Мы Перейдем В Стор И Стор Создадим Мутацию Remove User Данная Мутация Будет Принимать На вход State И Идентификатор Пользователя User ID Обращаемся Опять State Users Lights Ну Давайте Будем По Порядку Номер Просто Удалять Для Того Чтобы Простить Ситуацию Хотя В Реальном Приложении Лучше Находить По Индексу Элемент И Удалять Уже Его Тоже По Индексу Передадим User ID Один Элемент Удалим Создадим Action Для этой Мутации Remove User Она будет На вход Принимать Контекст Так же Как и Предыдущая Мутация Но Помимо Этого Она Еще Примет У нас Опять-таки Индентификатор Пишем Context Commit Remove Users User И Мы Сюда Передаем User ID Отлично Мы видим Что Мы Написали Action Написали Мутацию Давайте Их Задействуем Как я Уже Говорил С помощью Директива Vion Мы Пишем Объявляем Здесь Вызов Функции Какой-то При клике Пусть Это будет Функция Remove User Сюда Мы будем В эту функцию Передавать Индекс Порядковый Номер Нашего Пользователя Тогда Здесь Мы Меняем User Index Теперь Нам Нужно Создать Метод Метод У нас Называется Remove User Здесь Пусть Будет ID Пишем This Store При Приложении Мы Должны Обращаться Через This К Store К нашему Dispatch Move User И Наш ID Давайте Посмотрим Что у нас Получилось Мы Видим Элементы Но При клике На них У нас Ничего Не Происходит Давайте Посмотрим Нем ver Нем Ges Vue.js говорит, что у нас зациклено обновление компонента Да, потому что я здесь не писал клик И, прошу прощения, вот такой синтез Вен клик Да, и вот сейчас наше приложение должно работать Нет, опять-таки У нас данные не обновляются, потому что Приложение не приходит, не обновляется в самом компоненте данные Для этого мы должны забрать данные в компоненты Store У нас есть поле Users, которое мы создали при серверном рендеринге Мы его пишем this users равно this store Ethers users И теперь наши данные будут обновляться Сразу я хочу еще написать, чтобы у нас в лишке был pointer Все-таки это активный элемент Так, наверное, будет лучше Да, вот мы видим pointer появился Да, и элементы удаляются Также я бы еще вам хотел показать Такой интересный момент Что для создания роутинга различного Мы можем создавать также директории То есть Если мы создадим директорию Тут И в ней создадим файл Index JS Прошу прощения Index View Зададим здесь шаблон То При переходе По данному Адресу У нас также все будет работать Это необходимо для создания динамических URL На текущий момент у меня все Я рассказал вам все, что хотел про Next.js Я хотел вам показать, что разработка СПА-приложения на Next.js на самом деле не такая сложная То есть вы можете зайти на адрес framework.naxjs.org Посмотреть его документацию И с помощью него создать максимально быстро свое первое СПА-приложение Сейчас я жду ваши вопросы в чате Если у вас появились какие-то вопросы по трансляции По тому, как что-то сделать Я с радостью на них отвечу Пока я жду ваших вопросов Давайте я вам покажу, как создать какой-то простейший компонент Допустим, опять-таки, вернемся к нашим пользователям Я хочу каждый элемент ли вынести в отдельный компонент Я создаю здесь FileUser.view Который также описывает template Темплейтом в данном случае будет все тот же адрес Только теперь я в скрипт должен прописать Здесь мы это пока удалим Рабочий И в скрипт я теперь должен написать Пробс Экспорт Дефаут Объект Здесь пишем props И перечисляем, какие могут быть свойства В данном случае нам только мы передадим в список пользователей Здесь мы пишем import Компортируем данный компонент User From Наверное, мы его назовем users У нас там перечисление Хотя нет, давайте оставим его user И перечислять будем его То есть Здесь мы все вернем, как было В состоянии вернемся Здесь также создаем скрипт Только Export Дефаут И здесь props Это будет Конкретный пользователь Здесь мы Являем кастомный компонент Копируем на него события Будем передавать через props User Тут нам нужно скопировать и цикл Мы тоже сюда перетаскиваем Здесь пишем user Вот эту переменную И пробрал свой внутрь компонента Далее Инквартируем компонент User from В бачку Components User Здесь пишем Объект Компонент И в него копируем Наш компонент User И мы видим, что он все так же работает Теперь У нас User Это отдельный компонент Так, я вижу вопрос Как можно управлять Рендером На JS Как сделать Чтобы страницы Рендер После того, как пришли данные Сервера На самом деле Все очень просто Вот, как я говорил У нас есть такая функция Как async data Эта функция выполнится Прежде чем будут отданы Отдана разметка клиенту То есть Здесь можно гарантировать То, что Все действия внутри async data Будут выполнены До того, как Клиент получит Данные какие-то То есть Это все выполнится Однозначно на сервере И далее мы уже можем Как-то именно манипулировать На клиенте Но при этом Все, что было в async data Это будет выполнено на сервере Надеюсь, я ответил на ваш вопрос Я еще немножко подожду ваши вопросы Буквально пару минут Потому что у нас есть еще задержка Да, я думаю, все Больше вопросов не будет На этом я заканчиваю свой вебинар Всем спасибо за внимание До новых встреч Продолжение следует...